Вот с понедельника по воскресенье у нас в библиотеке проходят так называемые польские дни. Польской культуры, истории, литературы. И мы в эти дни рассказываем о Польше. А почему о Польше? Потому что мы польская библиотека. Правильно? Правильно. А еще почему? Потому что 11 ноября, 11, в Польше один из главных государственных праздников. День независимости. Несмотря на то, что мы очень далеко от Польши находимся, все равно здесь мы стараемся рассказать о государстве Польши, о народе Польши. Какая у них литература, какие у них песни, какие у них танцы, какие у них герои, какие у них книжки, стихи, сказки. Все-все на свете. И вот сегодня я думала, о чем же вам рассказать, чтобы вам было так интересно. Но связано с Польшей обязательно. И я вот выбрала как бы две темы, очень вам близкие и знакомые. Первая эта тема, это книжки польские. А в книжках самое близкое вам, то, что вы с самого-самого детства очень любите знать, это сказки польские. А второе я вам расскажу еще о очень известном, известном польском детском писателе, польском детском писателе, которого знают во всем, во всем мире. И поскольку он родился в 1894 году, на следующий год, вот видите, 2014 год, следующий год, в польском, в польской республике, в польском государстве объявили годом Юлиана Тувима. Вот как у нас иногда объявляют год, допустим, Григория Виеру, великого нашего поэта, да? Следующий год в Польше будет годом Юлиана Тувима. Я вам сказала, что ему на следующий год будет 120 лет. Писал он для детей, ребята. И родился он в польском городе Лодзи. Родился он в небогатой семье. Не всегда дома был достаток. Но всегда в доме были книжки. И дети, и взрослые всегда, всегда были с книжкой рядом. Почему я акцентирую, ребята, внимание? Потому что вы сейчас все сидите рядом и в компьютере смотрите, правильно? А тогда этого не было. Не было телевидения, не было компьютера тем более. Все дружили с чем? Все дружили с книжкой. С книжкой. С книжкой. С книжкой. И свеклой. И свеклой. Ох. Дальше. Дальше. Вот овощи спор завели на столе. Кто лучше, вкусней и нужней на земле? Картошка? Да. Дальше. Капуста. Так. Дальше. Город. Так. Город. Город. Петрушка. Или свекла. Ох. Ох. Так. Поехали дальше. Хозяйка тем временем ножик взяла. И ножиком этим крошить начала картошку, капусту, морковку, картошку, петрушку и свеклу. Ох. Молодцы. Накрытою крышкою в душном горшке кипели, кипели в крутом кипятке. Картошка, капуста, морковка, горок, петрушка и свекла. Ох. И суп овощной оказался неплох. Да. Из супа. Надя, когда мы нашли. Так. Надя, да? Посмотрите, какой веселый виноград. Молодец. Так. Это у нас Даня. Я могу ошибиться, чтобы... Посмотрите, какая морковка. Это моя. Правда? Чтобы ей не было скучно, а не в своем. А какая она веселая. Какой у нее? А вот эта особенная. Правда? Веселая. Так. А вот, ребята, посмотрите, Мария нарисовала. А какая Машенька? Груша. Правда? Вот она какая. А вот, посмотрите, три петрушки под окном. Прямо на кусок. Видите, пол. Вот и в целом, три петрушки под окном. Лимон. А посмотрите, какого необычного цвета в волшебной стране лимон. Вот он какой, необычный лимон. А посмотрите, ребята, это ж на каком дереве и под таким солнцем у нас вот такие вишни получились. Правда? Красиво. Красиво. Ой, ребята, а вы посмотрите. Так, Настя, да? Ой, смотрите, какая веселая. Что это? Вот она какая веселая, разноцветная. О, а посмотрите, Даша. А ну, все-таки, крепкая какая. А что-то тут у нас, посмотрите. Так, а это у нас, ребята, на волшебной планете выросли вот такие сливы. С одной стороны солнышко такое, потом солнышко другое. Получились сливы желтенькие, красненькие. Так, а посмотрите, какая серьезная у Влада морковка получилась. Серьезная, веселая. А посмотрите, тут же какая клубника получилась. Ура, веселая. Веселая такая. Так, а вот у нас опять же такая серегка. А в Мосте какой, прическа у нее какая, правильно? Так, а вот это как вы думаете, а вот если я закрою, что это у нас, ну-ка? Виноград! Посмотрите, виноград всем говорит, я уже созрел. Кто меня собирать будет? Правильно? Правильно. Так, Катя, тут, наверное, это же, наверное, не в Африке, а где-то в какой-то, ну, не знаю, вот такой-то банан. Разноцветный. Вот, Катя, а посмотрите, наверное, вот эта, вот эта фрукточка только-только вышла из парикмахерской. Сливка какая! Правда, красивая? Вот она какая-то. Вот, а теперь, ребята, ну, вот это, наверное, ну, ученые вывели новый-новый сорт. Долго-долго думали, работали, чтобы у нас такой горох получил. А тут, ребята, ну, вообще, наверное, ученые придумали что-то такое, они даже сами не знают, что у них получилось. Но они так долго-долго работали и думали, и когда это получилось, у них, наверное, была вот такая реакция, как у вас. О! Арбуз какой! Молодцы! Молодцы, арбуз какой! Так, а это, наверное, нарисовал у нас Андрей, он, наверное, у нас будет космонавтом, наверное, или летчиком то, обязательно. Знаете, почему? Посмотрите, ребята, серьезная будет профессия, летчик или космонавт. Знаете, почему? А я вам скажу. Посмотрите, как у него бананы летают. Правда? А посмотрите, какие они разноцветные, правильно? А какие они синие. А вот представьте себе, вот вырастет Андрей, будет летчиком и будет лететь в самолете. С одной стороны белые облака, с другой стороны солнышко желтое светит, а тут наверху синее небо. И посмотрите, как это было. Будет вспоминать эти бананы. Будет вспоминать. Молодец, молодец. Так, ну это у нас, наверное, целое дерево. Вот если под нее тут спрятаться, под это, никого не будет видно. Даже если мы все туда спрячемся. Посмотрите, какая петрушка. Такая высокая, большая, красивая петрушка. Так, а вот это яблоко, оно, наверное, думало, 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 какой бы стороной к солнышку повернуться. А потом подумала и сказала, а, какое я получусь, такое у меня и будет. Но зато у меня будет такой красивый желтый хвостик. А вот это, ребята, наверное, вот этот, наверное, фрукт вырос и долго-долго жил в глубинах океана. Так, наверное, далеко-далеко. Почему? Потому что там много воды. Такой синий, спокойный. И вот этот фрукт, наверное, океанская груша. А вы, океан, более крупный. Нет, смотри. Ой, как красиво. Океанская груша выросла вне мирового океана. Да. Я слышу, что это по-у-у-у. А вот эти два таких веселых друга... Это мои. Но, наверное, такие они веселые и такие они задорные. Они, наверное, с урока решили убежать. А мы не с урока. Да, наверное, решили. И поэтому у них такие веселые рожицы. Ребята, наоборот, посмотрите, какую картошку сама нарисовала Алика. Сама нарисовала Алика. Вот одна картошка, у нее есть такие глазки, как, знаете, глазочки в картошке. А вторая картошка фантастическая у Алики. Почему фантастическая картошка? Потому что у нее не просто вот такие глазки, а у нее, знаете, вот так, как запятые. Вот они вот такие. Это новый вид такой картошки. Посмотрите. Ну-ка, картошка. Картошка, потом понимаете. Вот она, молодец, такая Алика. Да. И при чем, видите, ребята, она нарисовала сколько? Три картошки. Это знаете для чего? Чтобы всем хватило в супике картошки. Не одну картошку, а чтобы все были сыты. Да, молодец. Вот, вот.